Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Многие из нас в юности переживали яркие эмоции, связанные с обретением статуса студента высшего учебного заведения. Новые знакомства и впечатления. Но помимо вступления в армию тех, кто грызет гранит науки, нас, студентов, ожидало знакомства с новым студенческим бытом. Сегодня именно эта часть жизни молодых жителей Молдавской столицы вызывает немало вопросов. О бытовых проблемах будущих учителей, журналистов, юристов и инженеров поговорим с нашими гостями, муниципальным советником от партии социалистов Юрием Витнянским и Каролиной Липской, студенткой и активисткой молодежной организации «Молодая гвардия». Здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем мы начнем наш с вами разговор, я предлагаю посмотреть материал, который подготовили наши коллеги накануне сегодняшней встречи. Молодогвардейцы проводили пресс-конференцию, как раз тема этой пресс-конференции – состояние студенческих общежитий. И предлагаю вам и нашим телезрителям посмотреть этот материал. Я еще раз хочу поднять вопрос по студенческим общежитиям. В каких условиях живут и учатся наши студенты? Поднялась волна возмущения. Вы, наверное, видели публикации. Щели в оконных рамах, которые можно просунуть ладонь. Речь не об одном общежитии, а о десятках. Сегодня стипендия у молдавских студентов, например, в техническом университете, составляет примерно 600-900 лев, из которых 300 надо платить за общежитие, а практически все остальные деньги уходят на транспорт. На еду и одежду студентам денег просто не остается. Только они знают, каким трудом они зарабатывают на это деньги. В этой связи представители Молодой гвардии разработали ряд мер, которые поспособствуют улучшению жилищных условий студентов. Одно из наших предложений – Министерство образования, культуры и исследований, а также антикоррупционный центр – должны провести собственное расследование, касающееся предоставления мест в студенческих общежитиях. Самый приемлемый вариант – чтобы все деньги, которые платят студенты за проживание в общежитии, направлялись бы исключительно на нужды общежития. Понятно, что в этом небольшом, точнее, коротком видеоматериале сложно охватить всю гамму проблемы, но тем не менее, в этой минуте, которая сейчас пролетела перед телезрителями, было обозначено сразу несколько проблем. Первое – состояние общежития, как распределяется бюджет студента, который складывается из стипендий, ну и, наверное, возможной помощи близких. И, ну, еще, конечно, одна из главных тем этой пресс-конференции – что предлагается. Давайте разберемся, так сказать, по частям. Ну, первое – студенческие общежития. Насколько сегодня они отвечают современным требованиям общежития, того, в каком жилище должен обретать современный человек? Вот, Каролина, на ваш взгляд, вы своими глазами видели состояние многих или некоторых общежитий. Что, в общем-то, произвело на вас неизгладимое впечатление? Какое впечатление, точнее, оставило знакомство с этим, ну, обитанием студентов? Да, спасибо. Действительно, довелось мне побывать в общежитиях государственного университета и технического. Очень сильно отличаются домашние условия ребят, в которых они жили до общежитий. Первое впечатление – это было то, что тараканы бегают. То есть это… То есть гигиена, опять же, это санитарные условия. Гигиена отсутствует, на самом деле. То, что не соответствует каким-то требованиям современным, да, как бы, что мы молодые люди, мы двигаемся вперед, мы следим за инновациями. Наши общежития этому требованию не соответствуют вообще. То есть компьютера отсутствуют. Где-то за границей они в общежитиях не предоставляются студентам. В нашем случае студенты сами вынуждены себе покупать технику, на которой они готовятся к той же учебе, какую-то дополнительную информацию готовят для рефератов и индивидуальных работ. Понятно. Ну вот такое понятие за рубежом существует – кампус. Это, будем говорить, несколько, или точнее комплекс жилых домов, в которых обитают студенты. Это вот сегодняшнее Кишиневское общежитие можно назвать вот таким понятием, как кампус? Есть ли у какого-то учебного заведения сегодня такой вот, не знаю, комплекс в общежитии, либо жилых домов, где студенты чувствовали себя комфортно и современно? Ну, нынешнее общежитие – это чисто жилой комплекс, где ребята ночуют, то есть готовят себе еду. И все. Естественно, есть спортзалы, в которых ребята могут как-то тренироваться, но это по каким-то определенным условиям это действует, я не узнавала эти условия. Знаю точно, что как бы немногие этим пользуются, я даже знаю ребят, которые ходят за отдельную плату и просто в спортзал. То есть они свои стипендии еще платят за спортзал, чтобы как-то себя держать в хорошей форме, что люди молодые. У нас есть сколько студенческих городков, вот есть аграрный, аграрного университета, то есть можно сказать, что там комплекс, медуниверситет тоже комплекс. Но я в аграрном университете, например, не видел, чтобы где-то у них там был спортзал или еще что-то. У них когда-то там была дискотека и все, и то она уже не функционировала. То есть все остальное, мне кажется, все веселье студенчества, это, наверное, друзья. И только, наверное, за счет друзей и романтизма можно как-то жить в этих общежитиях. То есть круг общения, который формирует и мировоззрение, и само настроение в эти годы. Юрий, вы студентом были? Разумеется. В общежитиях удавалось пожить? Я жил недолго в общежитии, как только поступил в... я родом из Бельска, как только поступил в университет, я поселился в общежитии. Но не больше недели я там выдержу. Нашел возможность для того, чтобы переехать на квартиру. Но даже вот недавно после пресс-конференции мне некоторые друзья со студенческих лет начали писать, комментировать. И завязался диалог. И вот многие мои еще тогдашние одноклассники и одногруппники писали о том, что типа, так что изменилось? Мы же так же жили. То есть ничего не изменилось, все нормально, и вроде бы впечатлений много. Поэтому я и говорю, что впечатлений много только за счет того, что хороший коллектив, может быть, или приятные друзья. А сами условия, они какими были 10 лет назад, 5 лет назад, такими и остались. Хотя вроде бы кто-то говорил или недавно можно было наблюдать на телевизионных экранах ролики, что мы там идем в Европу, ассоциация будет как в Европе и будет хорошо. Хорошо не стало. Ничем не изменилось. Те же тараканы, те же проблемы. В некоторых форточках на кухне может не быть стекла и так далее. В некоторых душевых может не работать. Или в некоторых общежитиях в том же аграрном университете такие проблемы были. И в некоторых университетах, особенно в общежитиях СУЗов среднего образования, да, можно зайти в душ во вторник и в четверг. И с 19 до 22. Об остальное время и то там устраивается очередь. То есть это не очень хорошие условия для студентов. Да, Каролина, а вы на что обращаете внимание, когда, не знаю, знакомитесь с бытом студентов? Естественно, это должны быть какие-то комфортные условия для проживания. Не железные кровати с пружинами торчащими, которые, я думаю, сохранились еще с Советского Союза с тех пор. Такие живучие кровати. Да, должно быть что-нибудь современное. Потому что есть у меня примеры подружек, которые учатся за границей. Например, в Германии девочка живет, она не фотографировала общежитие. Это гостиница. Я никогда бы не подумала, что это университетское общежитие. Там есть все, что нужно. Там, естественно, у нас тоже мини-парки есть. Но у них мини-парки, они приспособлены, чтобы студент себя чувствовал как-то по-домашнему даже. Чтобы чувствовал, что он приехал сюда учиться, а не искал каких-то других приключений на своих головах. Он не оказался в роли человека или в роли, например, как в фильме «Выживший». То есть пытаясь выжить в той среде обитания, в которой он оказался. Я понимаю. Поднимался ли вопрос или тема состояния студенческих общежитий на площадке муниципального совета? Есть ли какое-то понимание вообще? На сегодняшний момент у нас, на мой взгляд, когда-то этим хвасталось правительство. Но на сегодняшний момент, мне кажется, это проблема. В том, что университеты, они же автономные. Ректоры не назначают ни правительство, ни примарения, не имеют к этому отношения. И бюджеты у них тоже практически автономные. Сформируются самостоятельно. Да. Поэтому, например, все-таки, если говорить о городе, это не совсем компетенция. Да. Совсем городская проблема. Но, тем не менее, именно Кишинев является тем городом, куда съезжаются более 10 тысяч ежегодно студентов. Поступают на первый курс. И тысячи в общей сложности тоже более чем 10 тысяч на всех четырех курсах проживают в общежитиях. То есть, это большая часть молодежи города. То есть, согласно этим цифрам, не все студенты могут быть обеспечены проживанием в общежитиях. Это связано с чем? С нежеланием студентов проживать совместно в этих общежитиях, готовые, например, снимать квартиру. Либо сами вузы, на ваш взгляд, не стремятся увеличивать квадратные метры для организации общежитий? Сами студенты, мне кажется, что сегодня в общежитии не совсем востребованы. Хотя, тем не менее, они переполнены. Но, если говорить уже о самих университетах, то меня, например, задают вопросом. Давайте вспомним госуниверситет и общежития факультета журналистики. Эти общежития находились на улице Измайловска. Сегодня их снесли. И сейчас там строится какое-то многоэтажное здание. А как-либо компенсировано? Есть новые? Нет, новых общежитий-то открыто не было. Старые некоторые. Есть же, были же проблемы и у технического университета на Ботанике. Тоже, где общежитие было. Сейчас там стоят несколько новостроек. То есть, общежития сокращаются. Я убежден, мы понимаем, что это дело... То есть, университет отдает свою территорию, свое строение, свои, так сказать, земельные участки. Не просто так, не бесплатно. Понятно, что там идет акт купли-продажи, а где деньги с этого акта купли-продажи? На эти же средства можно было... Продали, например, общежитие. Ну ладно, хорошо. Так отремонтируйте тогда за эти деньги, за которые вы продали общежитие, отремонтируйте другие. За полтора-два миллиона можно делать капитальный ремонт общежития. Если, например, в порядка десяти в среднем, может быть, в студгородке к общежитию. У технического университета, например, факультета архитектуры, находящегося на Ботанике, у них всего два здания общежития. Сотремонтировать их, то есть, небольшое... 4 миллиона выделить, и у тебя 10 лет нормальное рабочее общежитие. Да, и создать достаточно комфортное техническое обеспечение. Например, я, будучи студентом, тоже проживал в общежитиях, и у нас были общие кухни, где стояли газовые плиты, полки, на которых можно было разложить посуду. Мы, к счастью, не мылись там строго вторник-четверг с 19 до 20. У нас в те годы с водой не было таких проблем. Я о тех годах проживания в общежитии вспоминаю тепло, потому что, во-первых, это действительно пора молодости. Это, во-первых, формирование мировоззрения молодого человека, это новые знакомства, общение с однокурсниками. И не только, потому что ты пересекаешься в общежитии, например, не только с окурсниками, но, например, с теми, кто учится на других курсах, других отделениях, других факультетах. Ты, так сказать, обогащаешься. Это общение позволило мне сохранять очень много теплых воспоминаний и друзей, которые еще с тех студенческих пор мы общаемся и вспоминаем студенчество. И у нас не было никогда в момент встреч или переписок, мы никогда не вспоминали общежитие. То есть оно не было для нас кризисной зоной. Была проблема попасть в общежитие. Да, здесь тоже. Но, например, за прителами, то есть соискателями, например, проживания, вот такое место в общежитии, ну, было, грубо говоря, на один вуз 100-200 человек. Вот кому не хватало. Остальным всем хватало, все были обеспечены. И поэтому, конечно, очень грустно слушать о том, что сокращается количество общежитий, ведь это неизбежно приведет к тому, что наше высшее образование, ну, получение высшего образования не является таким комфортным. То есть отношение к студентам не является такой прерогативой, и быт студента, молодого человека, молодой девушки не является, не знаю, прерогативой руководства вуза. Потому что, например, общежитие может стать и визитной карточкой вуза, не только, например, большой красивый стенд «Наши выпускники» или, допустим, какие дипломы вы получите по итогам трех или пяти лет обучения в нашем вузе. Показать, как вы будете жить, вы сохраните здоровье, вы сможете здесь заниматься спортом, вы сможете здесь общаться, у вас будет территория для этого. Поэтому вот удается ли сегодняшнему студенчеству как-то создать свой студенческий мир вот в этих условиях, когда есть тараканы, когда вода по часам? Удается ребятам, конечно. Ребята из дома пытаются привезти максимально. Я лично видела, как привозят холодильники, микроволновки, шторы, чтобы было более уютно. По выходным дням мы тоже наблюдаем, например, когда бываем на автовокзалах, это продуктовые рейсы молодых ребят, которые едут, например, в пятницу вечером или в субботу утром домой в города и села с полупустыми сумками, а обратно с полупустыми груженными. Так что прокормить можно будет не одно общежитие. Обычно, да, действительно, передают родители ребятам какие-то овощи. Это понятно, это забота близких. Потому что на стипендию, какую получают на данный момент, приобрести это в столице, это довольно-таки сложно. На один день? Да, на один день и особо хранить их негде. В месяц сегодня стипендия в материале нашем прозвучала, что это порядка 600-900 леев. От 630 лей до 960 лей. Такая стипендия. 900 лей это получают четверокурсники в техническом университете. Первый, второй, третий курс минимально это 630 лей. Ну что на сегодня 630 лей? Если тот, кто живет в общежитии, платит 300 в месяц за общежитие. То есть уже сразу ты не получаешь как минимум половину? Уже 300, да, у тебя остается, плюс транспортные, да, каждый день мы ездим на учебу, туда-обратно, подвале, это если на троллейбусе, проездной 70 лей стоит. То есть уже у тебя остается 230 лей. И таким образом, ну, сколько, 10 лей на день? 30 дней в месяц. Поэтому в этом плане тоже нам довольно-таки сложно. Ну, у нас хорошее общежитие есть, ну, понятно, что нельзя говорить о том, что, да, везде все полная разруха, да. В любом случае есть и хорошие примеры. Но хорошие примеры только там, где есть иностранные, как правило, ученики, студенты. То есть в медуниверситете. То есть за счет, то есть это в том числе и привлечение. То есть у нас хороший медицинский университет, у нас хорошее образование. Вот смотрите, хорошее общежитие и так далее. Говоря о наших студентах, то есть понятно, что тот студент, который я приехал, и у него контракт несколько, там, за 5000 евро, то у него и общежитие лучше, чем у Молдаванина. Но все другие, кто не имеет возможности, другие университеты, которые не имеют возможности разместить в себе большое количество иностранных студентов, у них общежития практически все развалены. Находятся в очень плачевном состоянии, где девятиэтажное общежитие, лифт не работает. Но зато дети студента занимаются спортом, бегая по лестнице. Вот. Кстати, насчет визитной карточки. Я убежден, что общежитие должно быть визитной карточкой. И это нам показали молодая гвардия, молодежное движение, тесно сотрудничает с двумя российскими университетами. ЮСГУ в город Курск и Уральский федеральный государственный университет в Екатеринбурге. На их практике эти университеты показали то, что общежитие — это привлечение студентов из регионов, в том числе и иностранных студентов. И когда заходишь, например, в городе Курске, один из этих университетов, заходишь, у них есть большой комплекс развлекательный. То есть там свой мини-дом культуры в студенческом городке, бассейн, свой тренажерный зал для любителей бодибилдинга, фитнес-зал. И все это бесплатно для всех учеников, не только проживающих в общежитиях. Но это создает имидж университета, создает хорошую атмосферу и для проживания студентов. В Уральском федеральном университете еще лучшая ситуация. Город крупнее, и он федеральный по уровню. Почему наши ректора не занимаются тем же самым, то есть не создают условия? То есть сегодня, мне кажется, что большинство университетов, за счет того, что у них собственные бюджеты, они сами себе начальники, ректора, они превратили университет. И сегодня, наверное, больше напоминает какой-то бизнес. Студенты оплачивают общежитие, но никто его не ремонтирует. Если там что-то делается, это, наверное, раз в энное количество лет и в таких минимальных размерах, что даже незаметно. Вот перед передачей я смотрел отчеты некоторых университетов. В 2016 году на корпус было потрачено полтора миллиона лей, два миллиона лей. Если, опять же, являясь членом жилищно-коммунальной комиссии в муниципальном совете, если на дом жилой затратить полтора миллиона лей, это реально полноценный капитальный ремонт. Это ремонт крыши, порядка 400 тысяч. Есть вопросы к качеству работы. Сомена всех коммуникаций. И еще можно сделать внешнюю отделку фасада здания. Ну, частичную, косметическую. Но в любом случае, я не видел, чтобы у нас, в тех или иных университетах, где были там какие-то отчеты о больших затратах, чтобы там было приведено все в порядок. Такого просто нет. Вы упомянули пример российских коллег. Я хочу сказать, что в этой студии у нас были представители Уральского федерального университета. И когда они говорили, какое количество студентов обитает в общежитиях, я, честно говоря, представил, что это город. Потому что, когда говорится о том, что в их кампусах проживает 30 тысяч студентов, и, если не ошибаюсь, то это у нас население нашего такого, в общем, среднего молдавского города. Это целая инфраструктура. Это комендант такого кампуса. Это мэр города. Это влиятельное лицо. Влиятельное лицо. Человек, от которого зависит среда обитания каждого студента. И когда они говорили, что, сколько программ используется для того, чтобы обогатить жизнь студента вне учебных занятий, сколько предлагается этим молодым людям, какие возможности себя реализовать. Допустим, да, изучение науки, грызть гранит о науке. Это дело, в общем-то, студентов. И понятно, что от этих знаний будет зависеть их карьера. Но, тем не менее, есть еще жизнь вне учебных аудиторий. И она тоже. Это время, которое можно провести с пользой. Не только спорт. Есть очень много, не знаю, самых разных. Это искусство. Это живопись, танцы. Можно предлагать очень долго. Список большой. Есть нечто подобное у наших студентов? Кто-то может им предложить что-то, чтобы заняло их время, которое они проводят вне учебных заведений? У нас только у госуниверситета еще с советского времени остался до Дворец культуры. Тоже, кстати. На улице Голмещана, бывшая Пирогова. Да, да, да. И у них же тоже на балансе есть бассейн. На Измайловской тоже. Но на самом деле, на сегодняшний момент, во всем городе, это единственный университет, который чем-то располагает. А в Дворце культуры, насколько я знаю, у них есть и танцевальные кружки. И нечто-таки, хотя сам город культуры тоже нуждается в капремонте. Ну вот вам, Каролина, чем ваш день занят, когда вы не учитесь, когда вы уже вышли из учебного заведения, из аудитории? Есть желание, ну понятно, что пообщаться со своими подругами, друзьями, но есть возможность реализовать свои какие-то еще способности? Творческие? На творческие способности, конечно, остается время. Я на данный момент занимаюсь работой, то есть я стараюсь параллельно учебе и работать, так как стипендий, соответственно, не хватает. И хочется, естественно, быть более самостоятельной, то есть не зависит от родителей. Ребята, действительно, некоторые находят время на волонтериад, занимаются таким добровольчеством вместе с какими-то иностранными организациями. То есть я знаю такие примеры. Но что еще хватает времени, я не знаю. Потому что очень многие, действительно, из моих сокурсников и ребят с параллельных курсов учатся и работают. Потому что, живя в столице, естественно, все хотят жить хорошо. Чтобы жить хорошо, нужно работать самостоятельно. Потому что на родителей очень уже не хочется полагаться, будучи человеком 20 плюс, да, с возрастом таким. Хочется быть самостоятельными, поэтому уже не творчеством, больше занимаемся работой. Понимаю. Что-то, опять же, возвращаясь к тому видеоматериалу, который мы с вами показали в начале программы. Что можно предложить сегодня для того, чтобы изменить состояние вещей в молдавских общежитиях? Что можно предложить руководству вузов? С чего бы хотелось бы начать, чтобы жизнь студента в этих общежитиях изменилась в лучшую сторону? Стало соответствовать хотя бы нашему духу времени, то, что мы живем все-таки в 21 веке. На самом деле, сегодня хорошую тему подняли молодогвардейцы. Я помню, еще когда-то, ну, может быть, лет 10 назад, в 2006-2007 год, была запущена еще тогда, тоже одна из молодежных организаций, запущена компания «Баня и напой». И тогда студенты выходили, пикетировали и технический университет, освистывали его, проводили серию флешмобов очень громких тогда. Как раз там мои студенческие годы. А чем было вызвано это недовольство, напомните? Проблемами общежития. То есть проблема была точно такая же. И тогда я помню, что вот в аграрном университете была полная катастрофа. Душевые даже не работали. То есть не то, что это по расписанию, их не было. Студенты-то мылись в тазике. И тогда, на самом деле, вот эта вот большая, сильная компания, которая проводилась, она дала свои результаты. Молодежь добилась того, что в аграрном университете, например, в половине общежитий были установлены душевые. В ряде других университетов тоже какие-то, то есть ректора начали договариваться, просто так сказать, с движением молодежным. И делать какие-то вещи в университетах, приводить что-то в порядок. Поэтому, если сегодня, например, поднятая тема молодогвардейцами будет неуслышана, мы убежден, что необходимо продолжать эту тему. Продолжать где-то давить на ректоров, где-то, может быть, призывать правительство, Министерство просвещения. Они со своей стороны, депутатов, они со своей стороны тоже должны поддержать молодежь, для того, чтобы молодежь жила в нормальных, хороших условиях. И если молодежь не будет сдаваться, будет бороться... Ну, студенчество, оно всегда было таковым. Студенчество должно бороться за свои права. Должны это уметь, отстаивать свои интересы. И тогда, конечно же, я убежден, что ректора услышат. Каролина, ваше видение, что бы еще хотелось добиться? Чего хотелось бы еще добиться в решении вопроса проблем общежития? С общежитиями, естественно, хотелось бы современных условий, каких-то комнат, где ребята мы могли бы вместе сотрудничать, то есть разрабатывать какие-то проекты. То есть я учусь в техническом университете, и мы инженеры. Мы должны двигать вперед нашу Молдову, да, то есть уже неговорим о мире на данный момент. Должны создаваться условия, чтобы мы могли прогрессировать, мы могли какие-то инновации придумывать в Молдове, здесь, дома. Я не очень понимаю, как это может выглядеть, но на примере Таджикистана, в котором я недавно была, 12-классники разрабатывают маленькие макеты самолетов, и они летают. То есть им создаются условия, чтобы они могли развиваться. Ребята с университетов, первый-второй курс, они делают солнечные батареи. Они сами делают, это не столица. Почему мы в столице, живя, не можем даже иметь элементарных условий, хорошо поспать и нормально помыться. Таджикистану, наверное, легче, там Китай рядом, можно завести какие-то детали. Они все делают сами, в чему я была очень сильно удивлена. Они все делают сами. Вот такой вопрос. Ну, давайте, Юрий, вы хотели. Карлина напомнила про авиапилотирование, так сказать. Так вот у нас, просто я хотел провести параллель. У нас был недавно закрыт кружок авиапилотирования. Потому что его, то есть помещение, где занимались дети, это, кстати, на Ботанике, на Рост-31, где занимались дети, помещение, оно находилось в ненадлежащем состоянии. То есть санитарные условия нарушены на основании этого. Перед первым сентября комиссия выдала прескрипцию о закрытии устранений. Если не устраняются все нарушения, то значит закрытие. И, кстати, во всех учебных заведениях перед первым сентября, то есть в рамках подготовительного сезона, комиссия всегда перед открытием учебного заведения обходит и смотрит санитарные условия. И часто бывают прескрипции, бывает такое, что какие-то детские садики не открываются на основании этих прескрипций. Что-то я вот никогда, проводя параллель, хочу сказать, что никогда не слышал о том, чтобы какое-то общежитие не открылось по причине достойных санитарных норм. Хотя на самом деле в этих общежитиях санитарные условия намного хуже, чем и в том кружке авиапилотирования, и во многих других детских садах. То есть образуется определенный парадокс. Почему? Неужели? Может быть, стоит обратить внимание правительства, в том числе и Министерства здравоохранения, что стоит проводить эти комиссии более... Я не знаю, вообще проводятся они или нет в общежитиях. Может быть, их стоит проводить? Может быть, стоит взять под жесткий контроль, так сказать, открытие общежития 1 сентября? Тогда я убежден, что ректора будут бояться того, что у них общежитие может быть просто не открыто. В сегодняшней студенческой среде существует такое понятие, как студенческий сенат? Может быть, какие-то выборные органы, которые бы оказывали влияние на решение ректората? Сенат существует во всех университетах, насколько я знаю. Но его деятельность не заключается в каком-то отстаивании прав своих, к сожалению. Я такого не наблюдала. Это больше то, что относится, допустим, у каждого есть свои функции, тех, кто входит в сенат. У нас человек, который отвечает за общежитие, он занимается распределением, как бы помощь в распределении комнат, то есть такое, чтобы ребята выходили и громко говорили о том, что их не устраивают условия, я не слышала и не видела это. Я уже один закончил университет, там я тоже такого не наблюдала. То есть шестой год обучения, к сожалению. То есть студенческий сенат от Молдавских профсоюзов. Да, то есть это все тихо, это так, вот мне не нравится, там вот хотелось бы иначе, но, к сожалению, это замалчивается. То есть никто эти вопросы громко не поднимает, потому что или никто не услышит, или скажет, ну, замолчи, пожалуйста. Да, или ты уже не в сенате. Да. Или ты уже не студент. Да, или ты уже не студент. Хорошо, тогда такой вопрос. Ну вот, Каролина, взгляд изнутри, например, о чем сегодня, каким видят свое будущее студенты? Ведь не секрет о том, что мы живем в стране, которая занимает достаточно высокое место в рейтинге стран, которая теряет свое население, то есть большой отток граждан. И, если я не ошибаюсь, где-то даже почитали, что ежедневно порядка 140 человек покидают Молдову навсегда. То есть уезжают, перебираются на постоянное место жительства. Но мы же не бездонный колодец в качестве, так сказать, человеческих ресурсов. А вот сегодня молдавский студент, о чем он помышляет? Есть ли среди ваших коллег-студентов, ну, достающие патриоты, которые хотели бы чем-то быть полезным в своей стране? И вы настроение раскройте? В основном ребята, конечно же, у меня группа небольшая, поэтому говорю за них, они планируют остаться дома в Молдове. Но, естественно, для этого должны быть определенные условия. Это не об общежитиях сейчас речь идет, а о рабочих местах, в которых мечтает любой студент, заканчивая университет. Или как минимум о месте практики, которое будет обеспечено, не нужно будет искать какое-нибудь место практики и там чисто поставить печать. А тебе скажут, посиди тихо вот эти два месяца или сколько. То есть, естественно... Но так опыта не наберешься. Конечно, о чем я и говорю, что каким профессионалам нужно встать, если нет практики, если нет места работы в дальнейшем? Ну, ребята в основном хотят остаться дома, потому что тут их близкие. Но очень много у меня примеров моих близких людей, моих друзей, которые не увидели перспективу, даже заканчивая школу, перспективу остаться дома. Они просто разъехались по разным странам. Израиль, Германия, Польша, Россия и так далее. То есть, абсолютно разные страны, не уезжают только в Европу или только в Америку. То есть, уезжают везде, где кажется лучшим. Я решила остаться дома. Думаю, что я не пожалею об этом и смогу свой вклад какой-то внести в эту страну. Юрий, вот ваше видение от ситуации, которая... Ну, смотрите, пример Каролины, он, конечно, отраден тем, что вот она и многие из ее друзей хотят остаться работать здесь. Тем не менее, мы видим пока большую долю наших с вами сограждан, которые видят свое будущее вне пределов Молдовы. Как бы причин много. Мы сейчас их перечислять не будем. Но вот как бы можно было бы все-таки остановить? Уговорить молодежь остаться здесь, получать образование в родных стенах, а затем дальше реализовывать свои таланты на родине? Ну, на сегодняшний момент Министерство молодежи, мне кажется, ничего не предприняло для того, чтобы молодежь остывалась здесь. У нас бюджет, который... средства государственные, которые используются на молодежь, тратятся, это порядка, ну, там, полупроцента от бюджета. То есть это смешные деньги. Это включает, кстати, в том числе и стипендии. То есть мы не раз обсуждали, то есть и вот на уровне партии, то есть вот молодежного движения, о том, что необходимо, вроде-таки, выходить с законодательными инициативами в этом плане. Я убежден, что Министерство молодежи упустило за последние 10 лет очень много. У нас нет молодежной политики. Что такое молодежная политика, выйдете и спросите любого человека на улице, особенно молодого. Он скажет, ну, наверное, красивое слово или что-то типа этого, но де-факто ее нет. Есть какая-то программа молодежного развития 2020, но что она с собой развивает, мне кажется, только вот в стакане воды находится больше смысла, чем в этой программе. Поэтому необходимо, и зная инициативы руководства молодой гвардии, в том числе и Виктора Полякова, и ребят, ребята понимают, что такое молодежная политика. Они знают, как ее реализовать, что молодежи нужно и так далее. И проблема, например, общежития, это тоже частично должна быть забота, в том числе и Министерства молодежи. Они первые должны поднимать этот вопрос. Они первые должны вступать в диалог с ректорами и говорить с ректорами. То есть сегодня, после этой пресс-конференции по вопросу общежитий, даже после сегодняшней передачи, первое, что должно сделать министр молодежи, это встретиться с ректорами для обсуждения поднятый студентами вопрос. Я убежден, что вряд ли он это сделает. Мне кажется, это второе дело. Мне кажется, первым делом надо зайти в общежитие, а не... Попробовать пожать одним днем студента. Пускай просто посмотрят, но не уведомляя перед этим никого. В любое общежитие пускай зайдет. Не в то, которое пререкламировано или что, отремонтировали. Он такой красивый, современный. Ну, если комендант пустит. Не устроит там предпасхальный ремонт, быстренько все поперет, покрасит. Я думаю, что надо с этого начать. Уже потом, увидев условия, в которых вынуждены находиться студенты, уже тогда можно дальше разговаривать предметно о том, что нужно исправить данную ситуацию. То есть, начиная со студенческих общежитий, заканчивая вопросами, например, программы поддержки молодых предпринимателей, все эти программы должны запускаться, должны реализовываться. Сегодня их нет. Сегодня молодежь, она отдана сама себе или дворам, бару, в крайнем случае. Каких-то... Вот. Кружок авиапилотирования. И тот закрывается. То есть, большинство молодежи сегодня отданы сами себе. И самая большая проблема еще усугубляет всю эту ситуацию в том, что родители, половина семей... У меня благо, я очень благодарен судьбе, что у меня и мама, и папа живут в Молдове и не находятся на заработках. А сплошь и рядом каждый второй, у которых родители находятся не здесь. Ну, понятно, что этот молодой человек чем будет заниматься? Учась, параллельно будет работать, зарабатывать какие-то средства или получать деньги от родителей. Но я не верю, что этот человек будет нормально трудоустроен, что у него получит нормальное образование. Может быть, вследствие мигрирует за своими родителями и так далее. Ну, трудовой опыт вне учебы – это дело неплохое. Я хочу сказать, что, например, и мне удалось, так сказать, учиться и работать. Но я учился и работал на двух работах. Одна из них – я был, так сказать, уборщиком территории в 37-й школе, сейчас школа напротив Дворца Республики. И там был коридор вдоль бассейна и несколько детских спален. И это очень поддерживало меня, при том, что стипендия в те годы несопоставима с сегодняшней. Несмотря на то, что цифры, будем говорить, 40 рублей стипендий, ну, тогда проезд стоил пять копеек, понимаете. И можно было себе эти 40 лиры стянуть на месяц. Но, тем не менее, хотелось большего, хотелось работать. Я хочу другой сказать. У меня есть опыт общения с молдавскими ректорами. И у меня есть, вот, благодаря профессии, опыт общения с гостями студии, которые в данном случае были у нас в гостях, приехав из Уральского федерального университета. Я обратил внимание на следующее. Когда я общался с молдавскими руководителями молдавских вузов, да, они очень обеспокоены тем, что сейчас интерес к молдавским вузам падает, как ни странно. И, конечно, даже на нашем канале запущена программа Alma Mater для усиления интереса получения образования в своей стране, в Молдове. И, тем не менее, вот я насторожился и начал присматриваться к этой проблеме. И обратил внимание, что ее не пытаются решить системно, как, например, решили ее в той же России. Ведь они понимают, что является привлечением студентов. В качестве образования ты получаешь диплом, который подкреплен реальными знаниями. Второе – это условия, конечно, жизни. Условия получения этого образования. Первое – это хорошо оборудованные аудитории. И второе – это, конечно же, ты живешь в... Ну, не живешь во дворце, но ты живешь в прекрасном, хорошо оборудованном студенческом кампусе, где все очень легко, можно из корпуса в корпус пройти, попасть в какой-то репетиционный зал, в какой-то, не знаю, дом культуры, зал гимнастических занятий. То есть там все создано с очень умной, интересной логистикой. И вот благодаря этому в Уральском университете 30 тысяч, из них 20 тысяч – это студенты из-за рубежа. И россияне, и иностранные студенты живут в равных условиях. Нету никакой ни сегрегации, ни, в общем-то, выделения одних, так сказать, в лучшие условия, других в обычные. Но, разговарив с нашими, так сказать, наставниками студенчества, я не услышал от этого желания развиваться именно таким образом. создавать, ну, привлекать интересные, то есть научные кадры к обучению студентов, создавать техническую базу и, конечно же, улучшать жилищные условия. Я почему еще на эту тему говорю? Ведь, смотрите, любой вуз нуждается в обновлении учебных кадров. То есть кто-то должен прийти на смену тем или иным педагогам. Нужно его воспитать. И не секрет, да, кому-то предлагают остаться, ну, не знаю, как это сегодня звучит, в советское время это звучало так, аспирантам. Аспирантам предлагали общежитие. Вот когда ты понимаешь, что ему предлагают общежитие с тараканами, аспирант задумается, а зачем мне дальше идти в науку? Да, кого я буду тут учить и зачем, и чему я буду тут учить? А ведь я хочу еще создать семью, куда я приведу свою будущую половину? И другое дело, когда ты живешь в условиях, да, выделяются отдельные комнаты с хорошими санитарными условиями. Да, и нет тех наших, в общем-то, любимых насекомых, ну, так сказать, кавычках любимых насекомых, которые сопровождают студенческую жизнь. Мы с вами пока только лишь обозначили проблему. Где-то там, наверное, ну, пытаемся найти рецепт решения этой проблемы. Видим, что студенчеству нужно объединяться, чтобы, ну, оказать какое-то давление, дать понять ректоратам, что нужно протянуть руку помощи с сегодняшним студентом для того, чтобы их желание оплатить контракты, тоже деньги, их желание учиться, ну, не пропало впустую, чтобы это не оказалось ничем не подкрепленным, никаким не подкрепленным знанием и дипломом. Потому что, да, я же тоже сталкиваюсь с тем, что когда приходит молодой специалист, понимаю, что его надо доучивать. Доучивать. Это очень грустно. Брать на себя функцию учебного заведения тогда, когда мы хотим получить готового журналиста. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу и за возможность пообщаться с вами, с нашей самой молодой аудиторией, зрителей и в то же время одновременно коллег. И будем рады вас видеть в нашей студии для того, чтобы поднимать эти темы. Для вас они важны, а нам они интересны для того, чтобы, ну, помочь Молдове все-таки стать настоящим, самостоятельным и уверенным в своем будущем государстве. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Юрий Витнянский, а также активист молодежной организации «Молодая гвардия» Каролина Липская. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова